а привет народ меня зовут ренат басыр и вы на канале биологии сегодня мы с вами решим задание номер 23 о гп биологии поехали какие из приведенных характеристики относятся к темновой фазе фотосинтеза выберите три верных ответа поглощение энергия света молекулами хлорофила синтез АТФ и расщепление воды фото из воды происходит в световой фазе а вот использование в биохимических процессах молекул углекислого газа образование молекул глюкозы и использование молекул АТФ для синтеза глюкозы происходит в темновой фазе поэтому мы отвечаем один шесть какие из приведенных ниже признаков относятся к растениям семейства бобовые итак признаками бобовых является то что у них цветок двусторонне симметричный плод называется боб и на корнях имеются азотофиксирующие или же клубеньковые бактерии поэтому отвечаем два три шесть какие науки изучают живые системы на организменном уровне на организменном уровне изучают анатомия физиология и психология поэтому наш ответ будет один три пять развитие каких животных происходит без метаморфоза то есть без превращения происходит происходит у нильского крокодила у пингвина и у свиньи развитие у них без превращения отвечаем три пять шесть в чем сходство грибов и растений выберите три верных ответа запишите цифры итак являются гетеротропными гетеротропами являются только грибы грибы имеют в клетках оформленные ядра да и у растений и у грибов имеются такие ядра они элкариоты получают питательные вещества в процессе фотосинтеза это делают растения размножаются бесполым и половым путем да и грибы и растения размножаются как половым так и бесполым путем ведут прикрепленный образ жизни тоже нам подходит и имеет корневые системы данное утверждение тоже является неверным поэтому отвечаем два четыре пять чем млекопитающие отличаются от присмыкающихся итак у млекопитающих есть волосяной покров так дальше сохраняют они постоянную температуру тела они являются теплокровными животными и у большинства имеется матка поэтому мы отвечаем один четыре шесть какие из приведенных ниже процессов являются характеристиками энергетического обмена читаем варианты по своим результатам противоположен пластическому обмену да нам подходит второе обязательно протекает с поглощением энергии нет завершается в митохондриях да это так завершается в рибосомах ответ неверный сопровождается синтезом молекул 1,3 фосфорной кислоты действительно и завершается образование кислородов и углеводов это не подходит соответственно ответ будет один три пять какие из приведенных ниже признаков относятся к строению цветка семейства крестоцветные у крестоцветных четыре лепестка шесть тычинок и плод называется стручок правильный ответ будет один пять шесть какие уровни организации живой материи является предметом изучения экологии итак предметом изучения экологии является организменный уровень популяционно-бедовой уровень и биосферный наш ответ три четыре шесть какие примеры относятся к биологическому эксперименту те варианты рассматривание под микроскопом клеток крови лягушки это наблюдение слежение за миграцией косяка трески тоже наблюдение изучение характера пульса после различных физических нагрузок нам подходит лабораторное исследование влияние гиподинамии на состояние здоровья тоже подходит к эксперименту пятое описание внешних признаков бобовых растений является неверным ответом а вот выработка условного пищевого рефлекса тоже является частью эксперимента поэтому ответим три четыре шесть для каких из перечисленных организмов характерен гетеротрофный тип питания напомню гетеротрофы это те организмы которые питаются готовыми органическими веществами а вот автотрофы это организмы которые могут самостоятельно синтезировать эти органические вещества итак гетеротрофами является мухомор гриб так является дождевой червь и является кукушка поэтому наш ответ два четыре пять какие из приведенных ткани относятся к соединительным соединительная ткань характеризуется тем что клетки расположены очень далеко друг от друга и имеется много межклеточного вещества к ним относятся кровь костная ткань и лимфа поэтому мы отвечаем один три шесть какие организмы относятся к прокариотам доядерным итак доядерным относятся различные бактерии поэтому мы отвечаем один четыре и шесть один четыре шесть какие функции в клетке выполняют белки белки выполняют защитную функцию это антитела так транспортная функция гемоглобин так и каталитическую функцию то есть функцию ускорителя химических реакций выполняют ферменты поэтому мы отвечаем один два четыре что происходит в процессе фотосинтеза фотосинтеза в процессе фотосинтеза расщепляется молекула воды происходит потолиз итогом фотосинтеза является образование глюкозы и попутно происходит поглощение энергии света для образования антитрифосфорной кислоты поэтому мы отвечаем один два три какие организмы относят к автотрофам к автотрофам относят мхи зеленые водоросли и цветковые растения поэтому мы отвечаем один три четыре какие положения характеризует половое размножение животных первое в размножении как правило участвуют особи разных полов да гометы содержат гаплоидный набор хромосом да гометы образуется путем обычного деления на двое не подходит генотип потомка является копией генотипа одного из родителей не подходит при размножении появляются особи идентичные материнскому организму тоже не подходит а вот генотип потомка объединяет генетическую информацию обоих родителей и ответ номер шесть нам подходит поэтому мы отвечаем один два шесть укажите органомы до которые встречаются и в растительной и в животной клетке и в животной и в растительной клетке будут встречаться ядро клеточная мембрана и митохондрии хотя часто мы когда рисуем растительную клетку митохондрии не зарисовываем но несмотря на это они присутствуют в растительной клетке поэтому мы отвечаем один три пять какие из перечисленных мутаций передаются по наследству по наследству как правило передаются мутации которые затрагивают половые клетки поэтому мы отвечаем в хромосоме яйцеклетки в хромосоме сперматозоида и также нам подходит ответ номер пять в хромосоме споры папоротника ответ один три пять какие из приведенных нижних животных имеют мантии и мантийную полость мантия и мантийная полость есть у моллюсков поэтому мы ищем моллюски итак это у нас головоногий моллюск каракатица устворчатая беззубка и брюхоногая улитка поэтому отвечаем два три пять что из перечисленного является видоизмененными листьями видоизмененными листьями являются чешуйка лука усик гороха и иголки у кактуса поэтому мы отвечаем два три пять какие вещества из перечисленных являются полисахаридами полисахариды это сложные сахара к ним относим гликоген относим целлюлозу и относим также мы крахмон наш ответ один три пять какие из приведенных ниже растений образуют семена выберите три верных ответа из шести орляк является папоротником к семенным растениям не относятся так сфагнум и кукушкинлян относятся к хам они образуют споры а не семена а вот сосна яблоня и малина относятся к семенным растениям наш ответ три четыре пять что из перечисленного входит в состав молекулы ДНК давайте вспомним строение молекулы ДНК молекулы ДНК состоит из азотистого основания к ним относятся аденин тимин цитозин или же гуани входит также в состав так сахар который называется дизоксирибоза и входит остаток фосфорной кислоты в состав ищем варианты так остаток фосфорный дизоксирибоза и аденин поэтому наш ответ один два пять если данное видео было полезным для вас обязательно поставьте палец вверх подпишитесь на канал не забудьте нажать на колокольчик также оставляем комментарии пока 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 субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok пока пока